Итак, как я уже говорил, у нас сегодня будет тема, посвященная тому, что Елена Вайт, ну это, наверное, важная черта характера, не так часто о ней мы, может, размышляем или знаем, где-то читаем. Она достаточно сильно любила окружающую природу, мир, любила путешествия, отдых на природе. Ну и, конечно же, как всякий нормальный человек, она любила приключения. Потому что именно здесь и Бог себя может проявить, и показать, кто чего стоит, если, например, группа людей, христиан, отправляется в какое-то путешествие, приключение. То очень важно, действительно, чтобы все слаженно в какой-то момент, едино, да, вот как бы могли сохранять спокойствие и нести какую-то задачу, не притыкаясь, сохранять кладнокровие. Ну вот, ее жизнь как раз тоже показана, что были у нее такие моменты в жизни, она их оставила описанными. И вот мы сегодня имеем такую возможность как раз тоже вот почитать из этого материала, который я в основном беру у Джорджа Найта, нашего адвентистского историка. Но начать бы я вот с чего хотел. Есть в Библии тексты, которые как раз говорят о том, что познание Бога, помимо специального откровения, когда Бог сам себя являет в слове, или в чуде, или, да, в видении, или в пророчестве, или каким-либо еще способом, существует и естественное Богооткровение, познание Бога через природу, познание нашего Творца через окружающий мир. И Иисус, мы знаем с вами, тоже на эту тему размышлял, говорил, направлял внимание людей. Вот в Евангелии от Луки, в 12 главе, в 27 тексте, Он приглашал людей к следующему. Он говорит, посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон царь во всей своей славе не одевался так, как всякое из них. И вот Елена Вайт пишет в книге «Наглядные уроки Христа» на странице 18 такие слова. В своем первоначальном совершенстве все сотворенное являлось выражением божественной мысли. Для Адама и Евы в Эдемском саду, в этом доме, вся природа была полна мудрости Создателя и находилась в согласии с его предначертаниями. Эта мудрость являлась зору и проникала в сердце, поскольку Адам и Ева общались, но даже в этом плачевном состоянии, общались с Богом в созданной им великолепном мире. Грех испортил и осквернил землю, но даже в этом плачевном состоянии природа сохранила многие прекрасные черты. И также вот она пишет еще в статье «Молодежный руководитель» от 1898 года такие слова. «Природа постоянно обращается к нам на особом языке. Открытое сердце может восхищаться любовью и славой Божией, и проявляющейся в творении его рук. Внимательное ухо может услышать, понимать то, что Бог говорит через звуки природы. Для нас есть много уроков в солнечном луче и в предметах природы, которые Бог оставил нам. Зеленые поля, высокие деревья, цветы, проплывающее облако, падающий дождь, журчащий ручей, солнце, луна и звезды на небесах – все они привлекают наше внимание и наводят нас на размышления». И в книге «Путь ко Христу» на странице 85-й также мы читаем «Бог любит все прекрасное в этом мире, но красота характера для Него превыше внешней привлекательности. Он хочет, чтобы мы совершенствовали в себе чистоту и простоту, которые так привлекают нас в цветах». Вот это сочетание «красота» и «простота». И Бог хочет, чтобы таков был наш тоже характер. И мы вспоминаем с вами слова из Псалма 18-го, со 2-го по 4-й текст, где написано «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речи, ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышал собых голос их». И последнее, вот я приведу тоже цитату Елену Вайт, такую выдержку. «Сегодня, — пишет она, — окружающая нас природа дает нам лишь смутные представления о едемской красоте и славе. Все же в ней осталось еще много прекрасного. Природа свидетельствует о Творце, который, будучи безграничным в силе, великим в благости, милости и любви, сотворил землю и наполнил ее жизнью и радостью. Даже в своем несовершенном состоянии вся природа свидетельствует о великом художнике. Хотя грех и исказил совершенную форму и красоту природы, хотя на ней повсюду видны следы действий князя, господствующего в воздухе, все же она до сих пор говорит о Боге. В колючках, терниях, плевелах мы можем прочитать закон осуждения. Но красота природы и ее чудесная приспособленность к нашим нуждам и счастью говорит о том, что Бог все еще любит нас и проявляет свою милость по отношению к этому миру. Ну а теперь уже непосредственно давайте мы также затронем и нашу тему о том, что Елена Вайт была любительниц красоты окружающей природы, путешествия, отдыха. Итак, первое, это событие связанное с 1872 годом, когда во время своего отпуска супруги Уайт отправились в первое путешествие свое в Колорадо. И в 1870-е годы они несколько раз подряд ездили в высокие горы. Вот настолько как бы первая вот эта поездка в горы Колорадо, да, ну, произвело сильнейшее впечатление на них. И потом они уже вот часто туда отправлялись. И большую половину своей жизни Елена Вайт провела в холмистой местности, вот. И она никогда высоко в горы не поднималась, поэтому когда они впервые, да, взошли на горы, то, естественно, это все произвело на нее просто сильнейшее впечатление. Значит, она написала своему сыну Эдсону такие вот слова, я вам их прочитаю, это письмо от 1872 года. Господин О. Олинг, это человек, который был женат на племяннице Елены Вайт, завел нас высоко-высоко в горы. Перед нами открылась потрясающая панорама местности, высота была пугающей, а внизу разверзлась страшная пропасть. Если бы лошади поддались в сторону, мы упали бы с высоты в несколько тысяч метров. Горный ландшафт Колорадо, это уже она вот Эдсону рассказывает, его жене, да, сыну своему, не поддается описанию. Никогда воображение не может четко и правильно представить эту картину. Она поразительна, она изумительна. Величественные старые горы, из которых одни лишены растительности, а другие покрыты деревьями. Трепет и глубокое чувство благоговения инстинктивно наполняют душу. Она склоняется в смирение от осознания могущества безграничного Бога. Я много потеряла бы, если бы не имела возможности увидеть живописный пейзаж Колорадо. Вчера я поднималась в горы и не имела возможности отдохнуть, но сегодня встала в пять бодрой и энергичной. Это путешествие намного улучшило мое здоровье, пишет Елена Вайт. И вот, описывая будущие путешествия семьи своей, Елена Вайт отметила в этом письме. Здесь есть водоемы, в которых ловится форель, и она станет нашей пищей. Обратите внимание, да, вот к людям, к братьям и сестрам, которые почас вот так однобоко, радикально говорят о том, что вот мясо есть нельзя, рыбу есть нельзя. Вот, пожалуйста, да, мы читаем с вами жизненный опыт Елены Вайт из ее жизни, как она говорит. Здесь есть водоемы, в которых ловится форель, и она станет нам пищей. Мы вынуждены будем ездить по горам на пони. Наши запасы питания на 3-4 недели мы возьмем с собой в повозке. И вот уже через 3 недели, как они отправились в путь, она уже Эдсону написала его жене следующие слова, рассказывая о подготовке к этой экспедиции. Она говорит, в прошлый вечер мы с отцом проехали 6 миль на индейских пони, чтобы привыкнуть к езде верхом. Они не только ездили верхом, но до обеда читали и писали вечно зеленом лесу, пишет она. То есть вот находили разного рода занятия на природе, да. И вот, значит, это путешествие заняло у них 4 дня. Горные ландшафты, то, что быстро они научились управлять этими лошадьми индейцев, произвели сильные впечатления на Елену Вайт. Она пишет, я хорошо переносила езду на лошади, и на второй день пути мой пони бежал довольно хорошо. Но, увы, когда я была в очень хорошем расположении духа, наслаждалась окружающей красотой, поклажа за моей спиной развязалась и повисла над ногами пони. Останавливая пони, Елена уже готова была соскочить с седла, но, опять же, пони испугался и ее перебросил через свой хребет. Вот был такой случай. И она пишет в письме о 14-м, от 1872 года. Я ударилась спиной и головой. Я догадывалась, что сильно ушиблась, но чувствовала, что кости повреждены не были. И вот уже по словам ее мужа, Джеймса Вайта, несмотря на боль, Елена предпочитала продолжить путешествие. Однако ушибы оказались намного серьезнее, чем это сначала, как бы ей самой даже представилось. Были порваны связки голеностопных суставов, и в течение всей жизни Елена Вайт как раз страдала от боли в голеностопных суставах и бедре. А в последующие годы для выездов на природу Елена Вайт часто вынуждена была с собой брать легкую двухместную коляску, на которую перемещалась. И об этом она пишет как раз в письме 32-м от 1886 года. Ну и, естественно, невозможность вести такой уже подвижный образ жизни после этого случая сказался, разумеется, на ее здоровье уже в зрелом возрасте. И случай в горах, однако, не ослабил ни в коем разе ее любви к природе. Елена Вайт не только наслаждалась красотой горы, они ей указывали всегда на Бога, на величие Бога. И она вот писала такие слова в 1873 году. «Я люблю холмы, горы и леса с их вечной зеленью. Я люблю ручьи, быстротекущие потоки мягчайшей воды, которые текут журча над скалами, полощином, горным склоном и будто поют радостные словословия Богу. Здесь, в горах, мы видели самый великолепный, восхитительный солнечный закат. Раньше мы ничего подобного себе не представляли. Прекрасная картина солнечного заката, нарисованная великим мастером-художником, на движущемся, меняющемся полотне небес пробуждает в наших сердцах любовь к Богу и глубочайшее благоговение перед Ним. Непревзойденная красота цветовой гаммы, золотого, серебристого, пурпурного, малиного оттенков, созданная на небесах, будто говорили нам о потрясающей славе, царящей за ними. Когда мы стояли, словно завороженные, перед несравненной земной красотой, размышляя о славе небес, которую лишь отчасти напоминала, отчасти напоминала эта картина, мы тихо повторяли про себя слова. Не видел того глаз, не слышало уха, не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Но не только Елену Вайт впечатляли горы, естественно, она сильно тоже вдохновлялась и от моря. И вот есть описание о том, как она радовала шторму в Тихом океане. Один из членов церкви, Сан-Франциско, которому принадлежала большая парусная лодка, пригласил Елену Вайт и несколько ее друзей присоединиться к нему для прогулки по заливу Сан-Франциско с выходом в Тихий океан. И казалось, все наслаждались этим круизом, путешествием, плаванием, но в открытом океане все стало совсем по-другому. Елена Вайт написала мужу, что двух из невесток одолела морская болезнь, но она сама этой болезнью не заболела. И напротив она была в восторге. Она писала в 1876 году в письме под номером 5 такие слова. «Волны вздымались лавиной, и нас сильно бросало то вверх, то вниз. Меня наполняли возвышенные чувства, но их невозможно передать. Зрелище было грандиозное. Нас с головы до ног обрызгала океанская вода. Наблюдательный капитан отдавал приказы, руки готовы были повиноваться. Дул сильный ветер. Никогда и ни с чем я в своей жизни так сильно не наслаждалась». И вот она еще писала, это опубликовано в «Знамениях времени» от 1878 года, 18 июня. «Пенищиеся, рвущиеся огромные волны обрушивались на корабль. Я осталась на палубе, хотя почти все покинули ее из-за морской болезни. Я любовалась видом огромных голубых и зеленых волн, вздымающихся вверх и бросающихся брызгами, которые отражали все цвета радуги. Я не уставала глядеть на это грандиозное зрелище и представляла себе, с какой легкостью эти сердитые волны могут поглотить всех плывущих на корабле». И вот эти два океанских шторма, которые здесь описаны, и она была свидетельницей их, вот они напомнили ей или напоминали ей историю учеников Христа, которым показалось, что они вот-вот, помните, во время шторма на воде должны погибнуть. И она вспомнила, как Христос появился именно в тот момент, когда гибель была очень и очень близка, и он успокоил гурю словами. «Умолкни, перестань». И вот этот бушующий шторм подтолкнул Елену Вайт к мыслям о могущественном Боге и его делах. И она пишет, он держит ветры в своей руке, он контролирует воды. В очах Божьих мы были только крошечными пылинками в безбрежных глубоких водах Тихого океана. Однако по своей милости он послал небесных ангелов, чтобы охранять это маленькое парусное судно, коренившееся над волнами. «О, дивные Божьи дела! Как они превышают наше разумение! Одним взглядом он обозревает и высоты небес, и глубины моря. Неудивительно ли, это она у мужа своего спрашивает, что я молчала и чувствовала себя счастливой, размышляя об этих грандиозных темах. Я рада, что оказалась на корабле в океане. Я могу лучше писать о библейских событиях, чем раньше». То есть мы сейчас с вами видим разные фрагменты из ее жизни, связанные с природой и путешествием, которые оставляли у нее приятный след. Она была под сильнейшим впечатлением эмоциональным, видя все это величие и грандиозность. Но были такие моменты, которые показывали, насколько хрупок человек перед силами природы и насколько подчас какие-то мероприятия, связанные с теми же самыми походами или путешествиями, они подчас бывают очень рискованными для человека. И вот как раз один негативный случай произошел весной 1879 года, когда ее муж Джеймс Уайт организовал целый караван крытых повозок, чтобы перевезти нуждающихся адвентистов из Северного Техаса к скалистым горам Колорадо. И обоз состоял из восьми крытых повозок, двухместной коляски семьи Уайт и 31 человека. И когда караван двинулся в путь, вот как раз разразилась не Настя сильная, и Елена Уайт писала, что на третий день пути они разбили лагерь в открытой прерии местности. Но прежде чем смогли установить палатку, начался сильный ливень, и через 10 минут в палатке было несколько дюймов воды. И, конечно же, все спальные принадлежности оказались затоплены сырыми, и на следующий день уже большинство путешественников проснулись с простуженными или с кишечными недомоганиями. И Елена Уайт написала у Илли, сыну своему, его жене такие слова. «Я предпочла бы посетить 20 лагерных собраний со всеми их неудобствами, зная, что я приношу пользу душам, чем ехать через почти всю страну, местность живописная, один красивый вид сменяет другой, но я очень боюсь, что не выполню своего долга», пишет она. Вот в этих во всех передрягах. И ее мучило чувство, что она в этой ситуации поступает как-то неправильно, не так, что напрасно согласилась с этой бредовой идеей Джеймса, мужа своего, отправиться в это путешествие. Но кроме всего, группе также пришлось столкнуться с реальными испытаниями. И в письме 20-м 1879 года она написала, «Мы должны были очень хорошо вооружиться, чтобы пройти через территорию индейцев. Нам приходилось ставить свои повозки в круг, причем наших лошадей мы помещали внутри круга. У нас было два вооруженных ружьями сторожа, меняющихся каждые два часа. Мы меньше боялись индейцев, чем белых людей, которые использовали индейцев, чтобы наводить панический страх на лошадей, мулов и пони». То есть, ну вот, да, явно рисковое мероприятие было, связанное с опасностью для человеческой жизни. Она видела в этом, ну, определенную, ну, безрасчетливость, безалаберность, да. И вот Джеймс Вайт, в отличие от нее, тогда чувствовал себя достаточно неплохо. Отец, писала она у Элли, сыну, много ездит верхом на пони, путешествие ему очень нравится. Но Елена Вайт, как мы сказали уже сама, не разделяла такого настроения своего мужа. «Я проболела все путешествие», писала она 20 мая. «Потеряла в весе 6 килограммов. Никакого отдыха, никакого отдыха для бельной Марьян. Мы трудились как рабы, мы регулярно готовили пищу до середины ночи», пишет она. «Я каждую субботу проповедовала для нашего лагеря, потому что, казалось, никто не чувствует этой необходимости. Я каждый субботний вечер или воскресенье выступал в окрестных городах и селениях. Я устал и чувствовалась так, будто мне уже сто лет». И среди тех, кто приходил послушать ее проповеди, были как раз американские индейцы. «Они слушали», — писала она, — «с глубочайшим интересом». Такие вот есть, видите, исторические зарисовки. «Пейзаж», — замечал Елена Вайт, — «прекрасен». «Эта местность великолепна, кругом огромное разнообразие цветов». Елене Вайт было недостаточно просто красоты окружающего мира, ландшафта, поэтому она пишет в письме 20-м от 1879 года. «Я поехала в Техас против моей воли. Я согласилась вопреки здравому смыслу и моим желаниям. Я дала согласие принять это долгое путешествие, предпринять, после того, как мне обещали, что меня не обременят никакими заботами и затруднениями. Но избежать этого было невозможно. У меня не осталось времени вести дневник и писать письма. «Распаковывать, упаковывать, спешить, накрывать на стол» оказалось заведенным порядком дня, — пишет Елена Вайт в этом мероприятии. И когда мужу ее удалось закончить это путешествие, предпринятое в Колорадо, она очень этому сильно обрадовалась. И они направились после этого в лагерное собрание. Ну, хотелось бы вот еще привести ее цитату или мысль из книги «Свидетельств для церкви», том 1, страница 19. Здесь Елена Вайт оставляет свои размышления или свое предпочтение по отношению к цветам. Известно, что Елена Вайт всю свою жизнь любила цветы. Почему она любила цветы? Потому что это передалось ей от ее матери. Ее мать не только любила цветы, но была известна как человек, который их выращивал. Вот, занимался этим. И она делала это для того, чтобы дом ее был привлекательным для людей, которые приходят к ним в гости, и приятным для детей. И для Елены Вайт красота ее цветов имела духовный смысл. Она в этом видела отражение Иисуса Христа, его любви. В каждом кусте бутоне и цветке. Эти проявления красоты, писала она, оказалась на своем особом языке, говорят о Божьей любви. Божьи цветы напоминали ей, как сказано в главе 6 Евангелия от Матфея, о любви и заботе Бога. Как мать Елена Вайт, конечно же, своим детям стремилась привить любовь к цветам. И 11 апреля 1859 года она написала в дневнике такие слова. Большую часть дня провела возделывание сада для детей. Я чувствую желание сделать для них дом как можно более приятным, чтобы он стал самым желанным местом для каждого из них. И уход за садом, уход за цветами, за деревьями был одним из самых радостных занятий Елены Вайт. 10 февраля 1896 года, приближаясь к своему 70-летнему юбилею, она записала в дневнике следующие слова. Я встала в половине пятого утра, в пять уже копала землю и готовилась посадить мои цветы. Час я работала одна, затем ко мне присоединился Эдит Уорт, это женщина, которая жила с ней, и Элла Мэй Уайт, внучка, и мы посадили наши цветы. Затем мы посадили 28 саженцев томатов. После этого колокольчик позвал нас на утреннюю молитву и завтрак. Одна из причин, по которой ей нравилась жизнь в Калифорнии, связана с тем, что даже в конце сентября, поскольку там было тепло, теплый климат, в конце сентября сады цвели там словно посреди лета. Вот как раз это создавало для нее тоже хорошую атмосферу. В последние годы жизни из-за больных голеностопных суставов, вот об этом мы говорили чуть раньше, Елена Вайт в основном общалась с природой во время поездок в свои коляске. И любя загородную жизнь, Елена Вайт поражалась тому, что люди могут жить в таких огромных городах того времени, как Нью-Йорк, например. И она говорила, что когда я оглядываюсь вокруг и вижу прекрасный пейзаж, окружающий нас здесь, я испытываю чувство благодарности Богу за то, что мы живем именно здесь. Ежедневные поездки на коляске стали главным отдыхом Елены Вайт во второй половине ее жизни. Такие путешествия не только давали ей отдых и переключение от писательского труда, перезагрузку каких-либо церковных обязанностей, но и позволяли поддерживать особые, не деловые встречи, а встречи с соседями, с окружающими какими-то людьми. И вот обычные поездки она превращала в особые, исследуя новые дороги, взяв с собой еды, приглашая в поездку других членов семьи, в том числе и внучек. То есть это не просто по каким-то наезженным дорогам там проехаться, а что-то новое открыть, куда-то в новое место приехать. И вот во время одной такой поездки в город Вашингтон в 1904 году, она как раз имела такой случай, встречи с президентом этой страны, Рузвельтом, Теодором Рузвельтом. Она писала несколько дней тому назад, «Я, сестра Холл, Сара отправились в дальнюю поездку. И это самое красивое место. Я редко ездила по таким хорошим дорогам. Здесь президент совершает свои конные прогулки. На пути мы его встретили. Он поклонился нам, когда мы приезжали мимо». Вот есть такая тоже справочка, подчеркивающая такой момент. Эти слова в какой-то мере дают представление о Елене Вайт как о личности. Безусловно, ей нравились вот эти все эпизоды, которые мы выше с вами подчеркнули. И это говорит на том, что и нам подчас полезно, тем более в городе таком большом, находить для себя вот эти островки, уголки природы. У кого-то это могут быть дачные участки. Но в Москве достаточно много прекрасных парков с большой площадью зелени, нетронутый лесопосадок, где можно также вот немного от города, как бы находясь в городе, немножко от города абстрагироваться, побыть вот среди вот этой природной именно красоты, а не красоты, которые создали руки человека. Немножко переключиться с индустрией, с промышленностью, с вот этой муравьиной жизни такой, где люди вот как бы только сами в себе и сами с собой. И в природе во всем разнообразии, величии, великолепии увидеть потрясающую руку Творца, гармонию, с которой Бог сотворил этот мир, который до сих пор проявляется в природе, несмотря на то, что грек оставил после себя уже многовековую или тысячелетние последствия. Тем не менее, действительно, вот это откровение естественное через природу, оно также важно для каждого из нас. И поскольку человек был сотворен в Эдеме, и Эдем является первичной родиной человека, то, естественно, нас всегда тянет соприкоснуться с природой в разные ее многогранности, великолепии, чтобы, смотря на природу, на ее вот это величие, да, видеть за всем этом Бога, Творца, Господа Иисуса Христа, Духа Святого, Творящего мир. Такая сегодня у нас тема, братья и сестры, давайте мы помолимся. В завершение, я думаю, что мы для себя тоже приоткрыли личной жизни Елены Вайт много полезного и интересного. Благословенный наш Господь и Бог, мы обращаемся в молитву к Тебе с благодарностью за то, что простые цветы, вода, деревья, птицы, животные могут очень многое открыть нам о Тебе, о Твоей красоте, величии, Твоего характера, о могущественной творческой силе Твоей, Господь, о том, что Ты Бог богов и Господь господствующий, сотворивший небо и землю. Благослови нас в том, чтобы, рассматривая творение, мы могли видеть Твою руку, Господи Творящего. Мы могли видеть, как Ты заботишься об этом мире, как Ты проявляешь свое внимание каждому человеку, живущему здесь на земле, в желании раскрыть этому человеку свою любовь. Благослови нас, чтобы мы имели такой разум, который бы через рассматривание творения мог бы видеть Тебя, Господи, и веровать в Тебя. Во имя Иисуса Христа, Господь, прими нашу молитву в благодарности, что Ты есть у нас, что Ты, Господи, направляешь нас. Во имя Иисуса. Аминь.